Нестандартный подход к делу часто важно заложить еще со студенческой скамьи, будь то отношение к здоровью или к работе. В начале октября Российский университет транспорта и Государственный институт театрального искусства ГИТИС подписали соглашение о сотрудничестве. Казалось бы, необычные симбиосы и какими же могут быть совместные проекты. Первый из них мы увидели на днях. Это проектная школа Art.IT. Будущие работники транспортной отрасли погрузились в основы сценического движения и ораторского мастерства. А студенты-актеры осваивали VR-технологии. Какие перспективы открывает слияние двух далеких друг от друга сфер деятельности, узнал Сергей Максимов. Чувство ритма, координация пластика и партнерства. Студенты Российского университета транспорта осторожной, но уверенной поступью изучают новую для себя сферу деятельности. И пусть пока растяжка не позволяет сесть на шпагат, кирпичик в крепкий фундамент будущих побед уже заложен. Дело в том, что я занимаюсь боксом. Мне кажется, я стала такая закрепощенная немножко, когда ты постоянно занимаешься силовыми тренировками. Я не уделяла время растяжке и гибкости. Сейчас я почувствовала, как сильно это на мне аукнулось. То есть у меня просто нет опыта в этом. Но мне очень интересно. Чтобы попасть сюда, а всего в проектной школе 48 студентов из двух вузов, претенденты прошли строгий отбор. Главными критериями стали стремление к творчеству и опыт проектной деятельности. В нашем институте были сначала тестовые задания, после чего у нас было собеседование. Нам задавали достаточно много вопросов, после чего мы, естественно, прошли отбор. Обучающий интенсив – это не просто возможность завести новых друзей, но еще и способ расширить рамки своих будущих профессий. Студентам-транспортникам на творческих мастер-классах и лекциях преподаватели дают рабочие инструменты по раскрепощению, умению презентовать и позиционировать себя. Тренинги направлены на то, чтобы к аналитическим способностям вовремя подключать воображение, тем самым учиться нестандартному подходу в решении профессиональных задач. «Разница колоссальная между нами, митовцами и гитисовцами. Пока мы пользуемся какой-то рациональностью, мы где-то откладываем силы на что-то, где-то как-то экономим, где-то стараемся сделать по-умному, они с головой в омут бросаются и начинают делать все, что им предложат». Проектная школа идет чуть больше недели, а значит времени на стеснение друг перед другом у ребят нет. С первого дня будущие инженеры, юристы, дизайнеры и актеры начали плотное в прямом смысле слова сотрудничество. На уроках актерского мастерства студенты настолько искусно перевоплощаются, что даже у педагога не сразу получается понять, где транспортники, а где студенты гитиса. «Я вижу вот этот процесс, когда они не боятся открываться. Это же очень страшно на сегодняшний день взять и открыть себя, довериться другому человеку, который ты, может быть, даже видишь первый раз. А тут вот они как-то доверяют ребятам из гитиса, они идут за ними, что-то предлагают свое. И я хочу сказать, что они не хуже, чем гитисовцы, себя проявляют. Молодцы». Впрочем, и актеры узнают для себя много нового. На уроках VR осваивают технологии будущего. «Я должна нарисовать фрагменты из сценки, которая мне пригодится для моего проекта». Несмотря на то, что виртуальный театр явлений в России точечное, отрицать технологии дополненной и смешанной реальности, которые расширяют возможности актера на сцене и зрителя в зале, по меньшей мере опрометчиво. Достичь успешного симбиоза технического прогресса и классического искусства, способного удивлять и поражать воображение, вот к чему стремятся сегодняшние студенты. «У них есть понимание и желание создать цифровой театр, как один из элементов возможного развития театра в будущем. И им нужно понять, как эта технология работает, чтобы правильно привлекать в тех или иных местах нужных специалистов и в целом дать развитие цифровому направлению в театре». Над этим более плотно ребята работают на проектных сессиях. Здесь рождаются новые концепции взаимодействия актера и зрителя, появляются необычные формы сценографии и идет поиск эффективных вариантов сотрудничества с меценатами. «На проектной работе лицом к лицу встречаются два мира – творческий и инженерный. В смешанных группах студенты придумывают новые решения для преодоления трудностей, которые возникают в жизни актеров. Например, как выгодно представить себя век информатизации и компьютерных технологий». Проектная школа «Арт-АйТи» – первая ласточка в сотрудничестве транспортного и театрального вузов. Стратегическая цель – расширить кругозор и профессиональные компетенции молодых специалистов. Это поможет им гораздо быстрее адаптироваться к новым вызовам цифрового будущего и неклассическим задачам. Благодаря погружению в новую для себя среду студенты получают больше возможностей в карьере. Сергей Максимов, Сергей Гришков, РЖД-ТВ, Московская область.